Сегодня будем снимать воздушный фильтр для того, чтобы просто получить доступ к замене лампы ближнего света. Сначала мы просто рукой нижний воздуховод снимаем. В принципе, можно его снять, подкрутив вот этот болт, но это не обязательно. И дальше ослабляем вот здесь крепление. После этого рукой вы снимаете вот этот вот шланг. После этого рукой можно снять вот этот шланг. Лучше делать это двумя руками, аккуратно, чтобы не повредить вот этот вот датчик кислорода. Дальше он крепится просто без всяких уже шурупов. Вот на таких основаниях здесь одно внизу и два сбоку. Нужно его немножко пошатать и вытащить из этих посадочных мест. Вот видите, здесь и внизу еще такая же штучка. Все, доступ к лампе открыт. Соответственно, вот эту вот защелку снять, она у меня уже была снята. И можно спокойно открыть эту крышку, чтобы для этого менять лампочку. Вот эксклюзивные кадры, как выглядит этот отсек со стороны пассажира. Вот. Да, лампочку здесь нужно ее вытащить и аккуратно так же вставить. Вот эта вот зазубринка квадратненькая, она должна находиться сверху. Обратите внимание. В принципе, лампочку можно поменять и без снятия данной коробки воздушного фильтра. Но основная проблема в том, что вот здесь вот, ближе к краю автомобиля, в паз данная крышка очень плохо входит. Поэтому вы ее можете, конечно, снять, поменять лампочку, но обратно вот эту вот крышку у вас не поставится. Она будет болтаться и может при движении просто отвалиться, и вы ее потеряете. Поэтому приходится снимать воздуховод, чтобы ее просто обратно на место аккуратно поставить, крепко, чтобы она стояла и нормально защелкивался вот эта вот защелка.